Приветствую вас, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, если есть, которые посетили наш дом молитвы, друзья, которые с нами в прямом эфире, с нами в нашем служении. Мы благодарны Господу за то, что есть возможность, двери дома молитвы открыты, мы видим лица друг друга, имеем общение, мы можем рассуждать над истинами, очень важными истинами, которые касаются спасения нашей души, жизни, церкви, ее будущего. В прошлое воскресенье мы рассуждали над очень важной темой, застанет ли Церковь Господа Иисуса Христа страшный период, который называет Христос великой скорби. Один из дискуссионных вопросов, который возникает в связи с этими событиями последней седьминой, этими семь лет, один из вопросов, которые часто люди задают, а будет ли возможность в период великой скорби спастись, получить спасение? Вы наверняка слышали вопросы, дискуссии, очень важный вопрос. Те события, которые будут происходить, эти страшные бедствия, если будут, каким путем, через кого, какой ценой это произойдет, и какова вечность этой группы людей, этих людей, которые будут спасены? Братья и сестры, знаете, я думаю, что все проповедники встречались с такой, ну, как бы проблемой. Когда мы касаемся особенно какой-то темы, мы открываем еще больше границы, глубину. И для того, чтобы ответить, подойти к этому вопросу, ответить, когда Господь положил на сердце, исследуя эту тему, немножко шире взять, немножко больше, и посмотреть изначально Божий путь спасения человеческой души, начиная от первой семьи. У нас сегодня так много времени, и постараюсь кратко рассмотреть несколько мыслей, очень важных, о том, что Бог предложил, какой путь для спасения человека на этой земле, чтобы он оказался в вечности спасенный, какой ценой, каким путем. А вопрос последней седьмины и возможности, или вероятность возможности спасения через великую скорбь мы рассмотрим через одно воскресенье. Итак, хочу сегодня предложить вам текст Священного Писания, два текста Священного Писания. Первый – это книга «Деяния апостолов», 4 глава, 11-12 стих. Кто читает Библию, в контексте знаем, что это ответ Петра, который он дает те, которые их арестовали, призвали, первосвященникам, книжникам, старейшинам народа израильского. И он говорит о Иисусе Христе. Он утверждает, что он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Братья и сестры, очень важно, когда мы читаем текст Писания, обращать на каждое слово. Обратите внимание, Петр утверждает, «На земле под небом». Вот нет другого имени, понимаем, речь идет об Иисусе Христе, кроме имени Иисуса Христа, данного человеком, всем людям, которым надлежало бы нам спастись. Вопрос сразу. В какой период? Для какой группы людей? Для людей, живущих в Новом Завете? Или для всех людей, которые Господь сотворил на этой земле? Второй текст Писания, очень известный нам, это слова Иисуса Христа, Господа нашего, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Известный текст для всех нас. Христос говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через кого? Через Иисуса Христа, через меня, Он говорит. То есть Христос утверждает, чтобы прийти к Богу и быть, соответственно, спасенным, и решится Его душа, Его будущее, Его вечная участь, никто, как только через Христа. Возникает вопрос, для какого периода времени? Для периода Нового Завета? Как обстоит судьба Адама с Евой? Как обстоит судьба людей, которые жили в период Ноя? В период судей? Когда мы смотрим, друзья, на вот эти тексты, мы понимаем, что спасение человека – это Божье дело. И только Бог, который сотворил человека, и который его безгранично любит, и не желает его смерти, только Он определяет и путь, и спасение. Первый текст мы прочитали об имени, имя Иисуса Христа. Вот через это имя, в этой личности есть спасение. И второе – Христос говорит, что Он есть путь, и Он есть тот посредник между Богом и человеком. Никто не может прийти к Богу, как только через Иисуса Христа. Мы знаем, что за период истории человечества прожило на земле уже и ушли в вечность миллиарды людей, которые жили на этой земле, жили в разный период истории, историю, которую управляет Бог. Вот возникает вопрос, а сколько из этого огромного числа людей, которым Бог подарил жизнь, которые родились, еще раз говорю, в разные и жили в разный период истории, сколько будет на небесах спасенных, если вдуматься, ведь каждого из них была прошлая жизнь, и есть бессмертная душа, которую Господь им дал. И уходя из этой земли, что-то они надеялись, думали, и что они, когда закончилась жизнь на этой земле, с чем соприкоснулась ихня бессмертная душа. Это очень важно. Писание говорит, братья и сестры, что у Бога есть один принцип очень важный, который касается спасения. Мы сказали об имени Иисуса Христа, мы сказали о пути к Богу, и вот очень важно еще в этом вопросе рассмотреть принцип спасения. Этот принцип еще провозгласил пророк Аввакум. Праведный, верою, что будет? Жив, будет. Провозгласил пророк Аввакум в Ветхом Завете, послание Галатам, послание Евреям мы встречаем. Праведный человек получает праведность только через веру. Он будет получать жизнь. Возникает вопрос, верую во что ли, в кого? Если люди жили до Иисуса Христа, верую в кого, каким образом они знать могли, чтобы действительно, что они были и будут спасены, благодаря тому, что Господь совершил на этой земле. Братья и сестры, исходя из текстов Писания, которые мы будем рассматривать сегодня, я нахожу для себя лично ответ на этот вопрос, что люди, которые жили до Христа, начиная с Едемского сада, их спасение определялось верою, но только это была вера в обетование, в грядущего Мессию, который придет. Их вера основана была на обетовании Бога, на обетовании Бога в Мессию, который придет, грядущий Мессия. И таких обетований в Священном Писании было очень много. Мы сегодня некоторые из них рассмотрим. люди, которые жили после Христа, как мы с вами, после Голгофы, их спасение определяется, братья и сестры, верою в Мессию, который уже пришел. Обратите внимание на эту фразу. Мы верим в то, что уже прошло, а не верили в то, что грядет. Когда в следующее воскресенье будет вечеря Господня, и на столе будет хлеб и вино. Братья и сестры, что мы делаем, когда берем хлеб и вино? Одним словом, вспоминаем. Вспоминаем смерть Господа, которая уже была. Не будет, уже прошла. Это дает нам основание иметь твердую надежду, что праведник, верою в жертву Иисуса Христа, которая совершилась почти 2000 лет назад, имеет уверенность в своем спасении. Это очень важно. Со временем грехопадения человека смерть Христа будет всегда основанием, спасением каждого человека. Никто ни до Христа, ни после Христа не может обрести спасение без этого ключевого в истории события. Смерть Христа, братья и сестры, совершенная на Голгофе, она как бы разделяет водораздел на прошлое, ветхое и новое, на те поколения, которые жили до Христа и на те поколения, которые придут. Смерть Иисуса Христа, его голгофская жертва, искупитель, она покрыла наказание за прошлое и будущие грехи человечества. Вот почему, когда сегодня грешник обращается, он не обращается в будущее, обращается к тому, что Господь совершил. Какое же было положение людей, которые жили до Христа? Сегодня нам легче рассуждать, потому что у нас есть слово написанное, есть четыре Евангелия, есть послание, есть факт, есть история, есть Израиль, куда ездят сегодня смотреть, говорят, рассказывают. Давайте немножко посмотрим на несколько личностей в Священном Писании. Какова была судьба первых людей, Адама и Евы? Те люди, которые знали Господа, которые вышли из рук, как бы Его Господь сотворил их. Это были первые люди, которые особым образом имели отношение своим Творцом, своим Создателем, знали Его. Произошла трагедия, произошла смерть, произошло разделение, они были изгнаны из Едемского осада, и Бог навсегда закрыл доступ к дереву жизни. Обратите внимание, это очень важно. Смотрите, что происходит в этой ситуации. 22 стих 3 главы Бытия, откройте, пожалуйста, братья. Произошло грехпадение, человек духовно умер, и Бог говорит, «Вот Адам стал как одним из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бог предполагает, что это может случиться. И что делает Бог? Обратите внимание, 22 стих 3 главы, 23, наверное, стих, и выслал, да, 23 и следующий, изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенеющий меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Можем себе представить, для того, чтобы от Адама сохранить, не допустить путь, обратите внимание на слово, путь к дереву жизни. Стоит херувим, пламенный меч, вращающийся, путь к древу жизни закрыт. Адам, есть ли у тебя надежда? На что ты рассчитываешь? Есть ли у тебя еще какой-то предложенный Богом путь к спасению? Или Адам прожил 930 лет, родил детей, он грешник, он виновен? И, уходя с этой земли, встретившись с Богом, навсегда будет наказан и навсегда будет находиться в вечной погибели? Господи, неужели это так? Братья и сестры, я не верю в такого Бога, я не вижу в Писании, чтобы это была судьба Адама. Удивительные вещи происходят уже в Едемском саду, братья и сестры. Бог говорит змею, бытие 3 глава 15 стих, 3 глава 15 стих, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Мы все хорошо знаем, что Бог дает что? Открывает другой путь для Адама. Это путь спасения, путь обетования. Адам придет тот, который поразит змея в голову. Это будет семья жены. Братья и сестры, Писание, это не художественная книга, дает нам, знаете, подробный диалог между Адамом и Богом. Что происходило, что Адам ответил, братья и сестры, Писание, оно кратко, лаконично, но дает вот эти истины глубокие. А Дух Святой дает нам мудрость, понимание, рассматривать эти истины глубже. Мы видим, что Адам поверил в это обетование и в том, что семья жены победит дьявола. Адам поверил словам Бога, подтвердив это, знаете, чем? Именем, которое он дал своей жене. Как он назвал свою жену? Жизнь. Не смерть, не отчаяние, не тупик. Есть путь, есть жизнь, Ева, Матерь всех живущих. И Бог немедленно продемонстрировал свое благоволение. Обратите внимание, что следующий шаг, мы смотрим, 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Безусловно, для Бога не составляет трудности сделать одежды кожаные из ничего. Но есть предположение, есть рассуждение, есть мнение богослова о том, что, а может быть, тогда уже была пролитая первая кровь для того, чтобы животного, для того, чтобы можно было одеть. Помните библейский принцип? Без пролития крови не бывает чего? Прощение. Я верю, что Адам не только поверил в это обетование, братья и сестры, но это передал и своим детям. Я верю, что он передавал своим детям. Обратите внимание на его сына. Когда мы открываем, у кого есть Библии, реальные Библии, я имею в виду вот такие, откройте, пожалуйста, одиннадцатую главу евреям. Нам сегодня, нам нужна, понадобится одиннадцатая глава послания к евреям. Мы встречаем уже в четвертом стихе вот этот список героя веры. Первого героя веры мы встречаем сына Адама Евы, Авеля. Обратите внимание, что Писание говорит об этой личности, об этом праведнике. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И ею получил он свидетельство, что он праведен, то есть оправдан. Ею он и по смерти говорит еще. Обратите внимание на слова, братья и сестры. Он получил что? Свидетельство. Он не просто как-то хотел расположить сердце Бога. Друзья, намного глубже сердце Авеля понимало. Я верю, что Адам наставлял, говорил, дети, придет обетование. Придет. Бог обещал нам этот путь. Туда мы не можем пройти, там Херувим стоит, путь к дереву жизни навсегда закрыт, но есть другой путь. И мы верим в это обетование, что придет. И обратите внимание, Священное Писание сегодня, нам говорит уже в Новом Завете, Авель получил свидетельство. Мы сегодня говорим об этом. Верующие люди имеют свидетельство, спрашиваем, как ты знаешь, что ты спасенный человек. Говорит, Дух Божий свидетельствует Духу моему, что мы дети Божьи. Авель получил свидетельство не просто, что он угодил, он праведен, он оправдан. Он и по смерти говорит еще. Это был определенный период, когда люди верили и жили в это обетование, несмотря на грех, на разложение, на ту обстановку, что происходило потом, потому что грех стал распространяться, обладая властью, силою, уничтожая души людские, принося смерть. Друзья, но мы встречаем, несмотря на все это, встречаем удивительные образы, удивительные, потрясающие образы, которые имели вот эту веру. Обратите внимание на один из таких героев веры мы встречаем после Авеля, встречаем еще одну личность. Книга Бытие, 5 глава, 23 стих, мы читаем «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сыновь и дочерей». 24 стих «И ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Удивительное хождение. Дважды упоминается «ходил пред Богом», то есть не физически просто жил, что Бог знал, то есть он ходил в присутствии Бога, он понимал, кто такой Бог, благоговел пред Богом, любил Бога. И Бог настолько полюбил его, что он его восхитил, не стал Еноха, забрал его на небо. И мы встречаем эту личность, и братья и сестры, в 5 стихе евреям, послания евреям, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его». Обратите внимание на следующие вторые слова этого текста, вторую часть. «Ибо прежде переселение свое получил он что? Свидетельство получил от Бога, что он угодил Богу». Удивительный, как можно угодить Богу? Послание евреям говорит, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И те, кто ищут Бога, ищущим Бог, что воздает». Он не только ходил, братья и сестры, этот праведник, этот герой веры. Писание говорит, не только он ходил пред Богом, он проповедовал. Братья, откройте, пожалуйста, нам текст Священного Писания, послания Иуды, 1 глава, 14-15 стих. Это одна глава, у кого откроем Библии. Писание говорит, что он проповедовал, проповедовал, знаете о ком? Об Иисусе Христе. Он знал не только обетование, не только семьи, он знал об Иисусе Христе каким-то образом. Бог открыл ему, он получил свидетельство о своем прощении. Смотрите, Иуда посвящает одну главу, он обличает этих лжеапостолов, лжепророков. И он говорит так, о них пророчествовал, то есть проповедовал Енох, седьмой Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых своих, ангелов своих». Дальше, откройте, пожалуйста, текст полностью, чтобы посмотрели. «Сотворить суд над всеми, обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие». Енох проповедовал об Иисусе Христе. Вы скажете, а где это написано? Откройте, пожалуйста, следующий текст, Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих, я думаю. Христос говорит, ссылается Священное Писание на этот текст Священного Писания. Они идентичны, они одинаковы. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей судить народы, дать суд, принести суд?» То есть, Мафусал, просите, Енох не просто что-то верил, он проповедовал, говорил о том, что придет Сын Человеческий, который накажет за нечестие людей, за их грех. Удивительно. Мы должны, братья и сестры, отметить одну очень важную истину в связи с нашими размышлениями о судьбе, о вечности людей, которые жили в глубокой древности. Необходимым условием для спасения всегда являлось, мы уже определили с вами, что вера. Праведник будет только верою жив будет. Ее объектом всегда будет и был Бог. Но Божьи требования к вере основаны на количестве откровений, открыты им человечеству в определенный период. Братья и сестры, что мы сегодня знаем? Полнота у нас есть. У нас есть завершенное Слово Божье. Мы сегодня знаем о Иисусе Христе, о бескупительной жертве. Мы имеем послание, мы имеем полное, завершенное пророческое Слово. Но они знали что-то. Поэтому Божье требование к их вере было основано на их понимании. Ухватился Адам за это обетование, получив откровение, получил свидетельство эти люди, Енох, Авель. И Бог говорит, оправдываю. И они свидетельствуют тем, что они жертву приносят. Интересно, мы читаем еще, когда смотрим на 11 главу, еще одну личность. Это был Ной. Это был особый период. Мы знаем, страшное разложение было, когда Господь даже сожалел о том, что сотворил свое творение, потому что рослилась вся земля. Но что мы встречаем и читаем о Ное, Бытие, 6 глава, 8 стих. Ной обрел благодать пред очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в своем роде. Ной ходил пред Богом. Ной ходил пред Богом. Мы можем задать вопрос, каким образом в сердце. Вот Ноя сформировалась эта праведность, эта непорочность. Кто давал силу ему, понимание, откровение, поступать вопреки всему тому, что мы видим в священном Писании. Праведный Писание называет его. Ходил пред Богом. Обратите внимание, основа на 11 главу послания к евреям. Они идут, знаете, по следовательности. Вот идет такая череда. 11 глава, 7 стих. Верою новой. Получив, что он получил? Откровение. Не просто сам по себе давайте что-то решать. Бог говорит ему, он получает откровение от Бога о том, что не было видимо. Благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею верою осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Братья и сестры, еще один праведник. Как он стал праведником? Верою праведник жив будет. Получив откровение, возложил упование на Господа. Вера Ноя связана с пониманием своей греховности, друзья мои, и нужде в заместительной жертве. Вот почему, когда встречаем, закончился вот этот потоп, суд, Ной выходит со своей семьей. И что он делает первое, друзья, помните? Что первое, что сотворил Ной, когда он вышел со своей семьей? Правильно. Жертва. Жертва. Бытие, 8 глава, 20 стих. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертве, на жертвеннике. Почему жертва? Потому что понимает без пролития крови, не бывает прощения, я грешник, но получив откровение, получил свидетельство, что он праведник. Намного глубже Священное Писание говорит об этом человеке. Как вы думаете, братья и сестры, Аной знал Иисуса Христа? Знал ли Иисуса Христа? Знал, братья и сестры, настолько глубоко знал. Потрясающая вот истина открывает спасение души человека. Кто назван проповедником правды? Ной, 2 послание Петра, 2 глава, 5 стих, назван он не просто был праведный человек, он назван проповедник правды, он проповедовал, проповедовал, но обратите внимание, каким-то особым образом эта проповедь звучала среди тех людей. Давайте мы откроем первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стих, 2 стиха очень чрезвычайно важны для понимания этой истины. Петр говорит о спасении. Он говорит, к чему-то спасению относились изыскания, то есть исследования, изыскания, то есть глубоко исследовали вопросы, исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Пророки предсказывали о том, что придет благодать, исследуя 11 стих, на который и на какое время указывал, братья и сестры, обратите внимание, пожалуйста, на эти стихи, указывал сущий в них кто? Дух Христов указывал сущий в них Дух Христа, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Представляете, какая глубина, какая тайна, какая Божья благодать они обладали и имели Дух Христа и Он предвозвещал и страдания и последующую за ними славу. На этом стояли они не от себя, не догадывали что-то, не придумывали, а Дух Христов предвозвещал, проповедовал. Это очень важно. Им открыто, обратите внимание, 12 стих, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано. Видите, да? То есть, когда Христос проповедовал, Дух Христа проповедал, им было открыто, что не им, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Еще одна очень краткая мысль, братья и сестры, когда мы смотрим, если у вас Библия открыта, я бы хотел, чтобы вы просто просмотрели на вот эти мысли. За Авеля сказано, получил свидетельство, что он праведен, а Енохе сказано, получил он свидетельство, что угодил Богу. За Ноя сказано, получил откровение и стал он праведным человеком. Один почерк Бог вновь и вновь показывает, эти люди были спасены, просто не спасены по доброте моей, нет, потому что грядет, потому что Агнец, который был заклан, когда? Прежде создания мира, для Бога во времени, он не во времени находится, поэтому Христово прощение, искупительная жертва имела силу простираться во все времена, до первого человека, сотворенным Богом, до последнего. Обратите внимание немножко на образ еще одной прекрасной личности, личность Авраама. Прекрасный пример оправдания поверья служит Авраам Римлянам, послание Римлянам, 4 глава, 2-3 стих. Вот Павел здесь ведет дискуссию, задает вопрос, что могли правильно понимать, о чем идет речь. Он говорит так, потому что часто мы сегодня видим все религии основывают свое спасение на чем? На делах. Каким-то образом нужно угодить Богу, сделать что-то хорошее, постараться, чтобы Бог каким-то образом провести расположение. И он задает вопрос, если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что поверил Авраам? О том, что он станет, мы знаем, Бог открывает отцу множество, что от него произойдут народы, что в нем будет благословением благословяться все последующие поколения. И Авраама Писание называет отцом всех верующих. Личное спасение Авраама, как Еноха, Ноя, других праведников, которые жили в Ветхом Завете, было основано, братья и сестры, не на их личных заслугах или делах, но на их личной вере. Знал ли Авраам Христа? Если через Христа, Христос говорит, что знал и даже видел Христа, день его. Давайте мы откроем текст Священного Писания, 8 глава, 56 стих. Христос ведет диалог с иудеями. И он говорит, они говорят, что они дети Авраама, пытаются как-то, знаете, себя утвердить в этом. Помните вот эту историю? Христос говорит в 56 стихе, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И что? Это Иоанна, 8 глава, 56 стих, если есть возможность, откройте. Он рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Что это было за день, братья и сестры, мы не знаем. Каким-то образом Бог открыл, открылся Авраам. Возможно, это было тогда, когда была принесена попытка принести вот жертву единственного сына. Либо когда Бог заключал завет с Авраамом, до того, когда они еще были в Египте, но в какой-то определенный момент он увидел этот день и возрадовался. Какая удивительный Божий план спасения для человека, братья и сестры, подчеркиваю, только верою. Об этой истине, об этой мысли также свидетельствует и послание апостола Павла к своему Тимофею, ученику. И второе послание Тимофея, 1 глава, 9-10 стих. Давайте прочитаем этот текст. Он говорит о Иисусе Христе, спасшего нас и призвавшего званием святым. Подчеркиваю, не по делам вновь и новь Священное Писание будет отвергать всякие попытки, всякие наши дела. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? прежде вековых времен. Какое прекрасное сочетание, обратите внимание, не по делам нашим, но по благодати. Благодать, данная в Иисусе Христе прежде вековых времен. Какое прекрасное сочетание. Благодать, данная не по делам, но во Христе дается прежде вековых времен, но 10 стих говорит о том, что открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившегося смерть и явившего через жизнь, через благовестие. благодать, которая простирается на все поколения, на всю историю. Праведник верою жив будет. Через несколько веков потомки Авраама, которые оказались в рабстве египетском, получили на Синая закон. Но хочу обратить внимание, братья и сестры, очень важную истину. Этот закон, строгий закон, Божий закон, был дан уже в контексте установленных отношений завета данного Аврааму. Закон был дан уже в контексте установленных Богом отношений на завете Авраама. Слушайтесь в эти слова. Римлянам 4 глава 13 стих. Ибо незаконом дарованы Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира. Но чем? Братья, есть возможность открыть Римлянам 4 глава 13 стих. Быть наследником мира, но чем? Праведностью веры. И здесь мы снова встречаем тот же принцип. Праведной верой уже будет, не делами. Поэтому весь закон Моисеева следует понимать в этом контексте отношений завета благодати. Согласитесь, когда мы внимательно смотрим на послания особенно к римлянам, галатам, посланиям евреям, братья и сестры, мы замечаем, что и в Ветхом Завете благодати было намного больше, чем мы это привыкли понимать. Удивительная Божья благодать. Почему? Потому что послание римлянам, Павел говорит, 3 глава 20 стих, потому что делами закона, исполнением закона, не оправдается пред Ним, никакая плоть, ибо законом познается, что? Грех познается. Закон определяет, что такое грех, и Павел через это прошел, и миллионы людей познаются, потому что закон говорит, не делай, не смотри, не поступай, не дотрагивайся. И возникает вопрос, а как же устранить грех? Что делал благочестивый израильтянин, каким образом он имел надежду, когда закончится его жизнь на этой земле, и он понимал, что он виновен, что его ожидает смерть, где его будет вечная душа? Мы видим в Священном Писании, что Бог установил в законе Моисеевой пять различных жертв. Пять различных жертв, в том числе жертва повинности, жертва за грех, а также великую жертву в день искупления. В этих жертвах вина грешника символически передавалась животным, на которые иногда возлагали что? Руки. Приносилось жертву, но иногда, мы встречаем, отпускали в пустыню. Вот эта фраза, это библейская фраза, козел отпущения. Отпускали его в пустыню. родственники, но все эти жертвы были только прообразами, прообразами безгрешного и чистого акса, который был заклан прежде создания миру. Все эти жертвы были прообразами акса, который был заклан прежде создания миру в глазах Господа. Вот поэтому апостол Павел пишет послание к евреям, своим читателям, обращенных из евреев, утверждая их в новом понимании завета, в новом понимании того, что сделал Христос, ценности и в бесполезности ветхого. Евреям 10 глава 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, обратите внимание, закон, имея тень будущих благ, то, что придет в будущем, напоминание, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ними. Представляете, сколько приносилось сотни тысяч этих жертв. И Павел говорит, что никогда, подчеркивая, обратите внимание, не может сделать совершенными приходящего. 4 стих, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожали грехи. Возникает вопрос, а как же спастись мог человек, который жил непосредственно в период закона? 3 стих, 5 стих, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне, все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Христос говорит, вот где было спасение, вот где был выход, вот где было истинное покой душе. Приносили, приносили, но все это было образами, напоминанием, свидетельством. 11 стих, если можно, откройте 10 главы евреям. И всякий священник ежедневно стоит в служении, то есть он воспоминает вот эти события, вот порядок, для них это было все знакомо. Всякий священник ежегодно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Представляете? Приносятся, но никогда не могут истребить грехов. А 12 стих сразу обратите внимание. Он же Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесной Бога. Братья и сестры, дорогая церковь, вот где надежда, вот где ответ. Как спасались? Где был путь? Какой принцип? На чем была надежда? Он же, принеся жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. 14 стих Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Кто входит в это число людей? Какая группа людей? Мы кратко рассмотрели, братья и сестры. Адам получил, Ева получили обетование. Придали это своим детям. Книга Послания евреям дает нам вот этот образ, прекрасный образ героя веры, который свое спасение, свою вечную жизнь, свою бессмертную душу возложили верою на Бога. Эта вера была не слепая, не вера в то-то что-то сказал или они предвидели, получили откровения, получали свидетельства, они проповедовали об Иисусе Христе, они жили этой надеждой. И последняя короткая мысль для нашего размышления. Время, в котором мы живем сегодня, после Голгофы. Какой путь спасения, какой принцип, тогда, когда жертва принесена. Тот же путь, братья и сестры, праведный, верою, жив будет. А кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Я хочу сегодня отметить особо, друзья, для слушателей наших, кто еще не принял спасение, не примирился, верою не воспринял Божью благодать. Братья и сестры, мы живем в особый период времени, который Бог дал. Это называется время периода благодати. Мы не приносим жертвы. Нам не нужно идти покупать, к священнику везти, возлагать руки, братья и сестры. В следующее воскресенье, когда будем находиться здесь, если Бог пролил нашу жизнь, мы возьмем в руки кусочек хлеба. Это прообраз тела, который Господь, преломленного тела Господа Иисуса Христа. И с благодарностью в сердце, оглядываясь в прошлое, мы поблагодарим за то, что Он подарил нам спасение. Мы примем лоток вина, прообраз Его крови. И сегодня, братья и сестры, люди, которые живут в этот период времени, период благодати, это исключительное время. Это юбилейный год. Это то, о чем Господь проповедовал в Назарете. И когда Он дошел до слов проповедовать лето Господне благоприятное, и на этом остановился, Он закрыл книгу и отдал служителю, и глаза всех устремились на Него. И Он не закончил фразу с пророка Исаия, который пророк говорил, что придет суд, придет бедствие, придет наказание. И когда это придет, возникает вопрос, вопрос очень важный, а будет ли возможность люди, которые застанут это время, будет ли возможность позаботиться ли Бог, чтобы человек не оказался вечности, в погибели навсегда отвержены. Это важный вопрос, важная тема. Мы об этом будем говорить в следующий раз, через одно воскресенье. А сегодня хотел бы обратиться к слушателям. Дорогие друзья, приняли ли вы сегодня спасение Божие, предлагаемое через Иисуса Христа и воскресенье, жертву. Нам не нужно ехать куда-то, нам не нужно платить, оплачено сполна. И все, что необходимо верою принять, смириться и склониться пред Господом, попросить, чтобы Он простил, возродил. Не упустить этого возможности. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.